Продолжение следует... Но я скажу, я думаю, что вы согласитесь, встретиться здесь с Господом прежде всего, правда? Встретиться здесь с Господом, услышать от Него Слово, каждый нуждается. И поэтому мы идем сюда встретиться с Господом. Второе, наверное, мы все-таки приходим встретиться друг с другом, и это хорошо. Потому что Писание говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И это хорошо поддержать друг друга. Ради этого мы идем в Дом Божий. Хорошо, если так. Поэтому давайте обратимся к Слову Божьему. И Господь нас более всего благословляет через нашу веру. А вера, она от слышания Слова Божьего. Откроем 31-й псалом. Написано так. Псалом Давида. Псалом Давида. И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. И Давид, я думаю, он сам, может даже неоднократно, я думаю, что неоднократно, Давид проходил, проходил вот это и ощущал, и познавал в своей жизни вот это блаженство. Блажен – это счастлив. И вот блажен, кому отпущены, то есть прощены беззакония и чьи грехи покрыты. Ну, кто читал историю Давида, тот знает, сколько Господь ему прощал, правда? И когда Бог таки простил его грехи, он сказал, блажен, я счастливый человек, потому что Бог снял с меня вину греха моего. И он объясняет и говорит, что, когда я молчал, другими словами, когда я не признавал перед Господом свое преступление, когда я упорствовал, держал вот эту дистанцию между мною и Богом, знаете, вот на расстоянии. Да, Господи, я верующий, а че ж? Я хожу в храм и так далее, и так далее. Я совсем согласен, ты есть, но есть вот это препятствие, вот это расстояние между мною и Богом. И этим расстоянием является мой грех. Как когда-то Господь говорит через пророка Исаию, грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И вот это расстояние, оно есть. И человек может жить, ходить вот с этим. И он описывает свое состояние. Вот такое состояние. Он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Рука Божия, она может благословлять. А вот в данной ситуации рука Божия, она тяготит над тем, кто закрывается перед Богом. Не хочет, упорствует. Упорствует. И чего-то ждет. Знаете, какого момента. И вот он день и ночь, другими словами, проходит время, проходит, наверное, день за днем, человеку тяжело, он мучится, но он молчит перед Богом. Но он молчит перед Богом, но он не обращается к Богу. И ходит под тяжестью. Он ходит под вот этим прессом. Сейчас спросишь, что тебе так плохо? Что тебя так давит? Давид говорит, это рука Божия на мне. Вот кто меня предавил. А зачем он это сделал? Зачем Бог предавил меня? Зачем Господь сделал, чтобы мне было плохо? Бог может так делать или нет? Вот здесь мы читаем, что Бог сделал с Давидом. Зачем? Правильно. Правильно. Чтобы Давид сдался. Чтобы Давид покорился Богу. Чтобы Давид смирился. Бог вот таким образом давал Давиду покаяние. Именно вот таким образом. Знаете, для Давида, как может быть, как ни для кого другого, это было очевидно, что Бог отвернулся. Знаете, переживать такие благословения от Господа, как он переживал. Получать такие откровения. Мы читаем его псалмы. Наполняться Духом Святым. Даже когда Саул там уже бесноваться начал, Давид поет, да? И Бог его благословляет. А тут приходит такой контраст. Вот такая ситуация. И он попадает вот в такое положение. И говорит, я чувствую тяжесть, и я знаю, что это Господь. Что это Бог сделал? И он говорит, но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Слава Господу. Давид ощутил, знаете, может быть, даже почти физически, кто вот это ощущал, «Когда тяготеет на мне рука Господня, я упорствую в чем-то». Вы знаете, заперся пред Господом. Упорствую. И не хочу покориться, да? А потом покоряюсь, и в это время Бог снимает. Вот этот гнет, вот эту тяжесть, дает прощение. И он говорит, блажен, кому отпущены беззакония. Потому что вот этот грех, он тяготил Давида. Он с ним мучился. Он, знаете, бывает, когда совесть уже сожженная у человека. Когда человек, уже, знаете, наступает какой-то переломный момент. И человек борется с Богом, борется, а потом решает уйти. Бывает такое, к сожалению. Но у Давида вот эта борьба окончилась. Блажен, кому отпущены грехи. Кому отпущены беззакония. Чьи грехи покрыты? Давид сдался пред Господом. И поэтому он написал такой псалом. Бог снял с него вот эту всю тяжесть. Я хотел бы сегодня еще обратить наше внимание на историю, как люди приходили к Богу с покаянием. Это мы читаем Евангелие от Луки, 3 глава, со 2 стиха. Давайте обратим внимание, как люди приходили, они хотели получить прощение грехов. Они хотели, чтобы Бог снял с них эту тяжесть. Чтобы снял с них вину. И что они делали? При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий Киану, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему. Всякий долда наполнится, и всякая гора и холм допонизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. Иоанн, приходившему креститься от него, народ уговорил, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же. Пришли и мы-то рекреститься, и сказали, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли, в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Неугасимым до этого места. Мы, я думаю, большинство из нас неоднократно читали эту историю. Давайте обратим только внимание на несколько моментов. Мы знаем, что люди приходили на Иорданке Анну креститься для прощения грехов. И мы читаем в других местах Писания, что они приходили исповедуя свои грехи, то есть признаваясь. И можно сказать, что вот они делали, как написано, но я открыл тебе грех мой, да, и не скрыл беззаконие моего. И Бог же прощает или нет? Наверное, прощает. А знаете, что отвечал Иоанн Креститель? Я не думаю, что всем подряд, вот каждому человеку так говорил. Но, посмотрите, многие люди его услышали, когда он такое говорил. «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния». Смотрите, люди приходили искать мир с Богом, примириться, получить прощение. Но Иоанн Креститель, он, слушая их неисповедания, крестя их, он говорит, знаете, обратил их внимание, что совершить просто обряд, знаете, можно формально, не только крещение можно формально совершать, можно формально совершать и исповедание грехов. Знаете, сказать, да, грешен, вот в том-то я грешен, и в том я тоже каюсь, и это, да, неправильно в моей жизни. И вот совершить такое исповедание, но Иоанн Креститель говорит, этого мало. Этого мало. Он говорит, сотворите же достойные, что? Плоды покаяния. Оказывается, нужно что-то сделать в своей жизни, нужно что-то поправить. Плоды покаяния – это исправление тех греховных путей, тех греховных поступков, нужно исправить что-то, нужно что-то оставить, правда? И нужно как-то переменить образ жизни. И Он говорит, не думайте, порождение Ехиднины, не думайте, что вот это все, что вы уже убежали от будущего гнева. Вам нужно исправить ваш путь жизни, вам нужно исправить ваше поведение. Это первое. Второе. Народ, знаете, вот хорошо, мне понравилось. Народ, я думаю, для нас это тоже можно взять. Когда мы приходим к Господу, если у нас есть вот это разделение между нами и Господом, случилось так. И мы говорим, я скажу за себя, бывает такое. Где-то что-то не пободрствовал, где-то допустил грех, а потом приходишь, чувствуешь эту стену и говоришь, Господи, что не так? Что-то, что не так, Господи? Я скажу, это правильный выход. Прийти к Богу и спросить, Господи, а где, где, что, где я потерял? Узнать. Прийти пред лицо Божие. Вот народ, приходивший, спрашивал, спрашивал, что же нам делать? Где нам исправиться? Где мы не так поступаем? Господи, научи нас, объясни нам. Я думаю, это правильно. Нам нужно поучиться здесь. Господи, где я был неправ? А может и сейчас неправ? Господи, помоги мне понять это. Что мне делать? И еще последний момент, на который я хотел бы обратить внимание. Иоанн, 16 стих. Всем отвечал. Я крещу вас водою. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом, Святым и Огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Посмотрите, народ пришел к Иоанну Крестителю и можно сказать, все, ты примирился с Богом? Да, все, я уже все прошел. Ты исправил там, где тебе сказали исправить? Конечно, поправил жизнь. И там исправил, и там исправил. Хорошо, исповедался, исповедался. Но, можно сказать, конец, на этом уже победа. Или нет? А это только начало пути, оказывается. Это только подготовка для того, или это только начало того, что ты дальше пойдешь с Господом. Это только первый шаг твой. Если ты где-то отступил от Господа, то дальше будь готов, знаете, к чему? Он говорит, он очистит гумно свое. Ну, там, где пшеница, знаете, там, где веет пшеницу, отделяют зерно от соломы. И он говорит, соберет пшеницу свою, в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Он начнет тебя очищать. Это время. Когда собрали нагумно вот эту вот пшеницу, вот раньше так поступали, сейчас, может, это как-то автоматически, в комбайнах там происходит. Раньше вот собирали и начинали молотить это цепами, кто помнит, кто знает. Потом пересыпали лопатами. И происходило очищение, происходило отделение. Вот я хочу сказать последнюю мысль, что надо быть готовым. После того, ну, вроде бы уже все, Господи, конец. Нет. Бог будет нас очищать дальше. Надо быть готовым, что Бог будет трудиться над нами и дальше. Надо быть готовым, приготовиться, чтобы слушать Господа. Он научит еще всему. И он будет, говорит, крестить вас Духом Святым и огнем. Но мы понимаем, огонь – это очищение, сожжение всего ненужного. В огонь не кидают нужные вещи, правда? В огонь бросают то, что не нужно, чтобы оно сгорело. И будет вас крестить Духом Святым. Поэтому давайте вот с таким рассуждением приходить сегодня к Господу. Наших молитвах. Господи, зри, не на опасном ли я пути? Господи, вроде бы я не вижу за собой ничего, да? Но Господи, помоги мне, потрудись надо мною, продолжай свою работу, свой труд надо мной. И да будет Ему слава в нашей жизни. Аминь. Аминь. Аминь.